Привет, это Навальный. Вы, наверное, заскучали по нашим расследованиям, и сегодня я наконец-то готов вас порадовать чем-то новеньким. И очень, ну я даже не знаю, какое слово тут подобрать, необычным. Это расследование мы сделали случайно. Я не оговорился, случайно, что делает всю эту ситуацию еще более дурацкой и странной, но не менее коррупционной. Сегодня, мои друзья, у нас обширная повестка. Мы с вами поговорим об институте репутации, о взятках, о яхтах, о моих предвыборных штабах, об олигархах, о проститутках и даже о вмешательстве России в американские выборы. Ну что, заинтриговал? Ладно, садитесь тогда поудобнее, пристегивайте ремни и готовьтесь. Я проведу вас буквально шаг за шагом по самому странному расследованию, которое, тем не менее, привело к одной из самых скандальных находок за всю историю нашей работы. Начну издалека. На этих кадрах вы видите наш московский штаб. Съемка от сентября прошлого года. В него с камерами врываются, ну как сказать, достаточно неуместно одетые девушки. Вот они в латексных трусах спускаются к сотрудникам штаба. Девушки очень нарядные, конечно, у них какие-то дубинки, наручники, шерифские звезды. И гости начинают активно приставать ко всем подряд, но потом их вежливо, но быстро выгоняют. Видео, естественно, потом появляется на Live News, корреспондента которого чисто случайно проходили мимо с профессиональным оборудованием. Тут ничего нового. Сказать, что это был какой-то серьезный эксцесс, ну, конечно, нет. Кто только наши штабы не пытался громить. И краснодарские бабушки, и отряды Путина, и казаки. Мы давно привыкли. И про эту ситуацию я успешно забыл, предварительно попросив разобраться. Ну, откуда все-таки эти девицы взялись? Кто это? Казачки такие? Женский батальон патриотического движения? Или спецотряд администрации президента? Кто и зачем выдает им эти задания? Ну, реально любопытно, кто додумался до такого, ну, прямо скажем, дна. Собственно, в соцсетях этот спецбатальон находится мгновенно. Это реально какие-то не очень адекватные активистки, которые то ли для шоу, то ли за деньги участвуют в крайне странных мероприятиях. После нашего штаба, например, они пикетировали американское посольство. Там они голые на морозе поддерживали гонимого американского продюсера Харви Вайнштейна. Вы не поверите, но даже это еще не все. Вот тоже их творчество. Я хочу обратиться к Алексею Навальному. Леш, одна из нас найдет тебя и выложит видео с тобой в сеть. Из-за тебя и из-за таких, как ты, сейчас люди продолжают воевать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Даже не знаю, что здесь сказать. Жутко неудобно вообще-то это все вываливать и обсуждать в ролике. Но, к сожалению, это только начало. Дальше будет реально хуже. Итак, путешествуя по просторам соцсетей героини этого видео, взгляд не может не зацепиться вот за что. Девушка из белорусского Бобруйска, которая называет себя Настя Рыбка, постоянно бравирует тем, что соблазнила какого-то олигарха. Даже книги пособия пишут на эту тему. Понятно, что она вообще-то может какие угодно бредни написать, если бы не одно но. В ее инстаграме действительно очень много личных фотографий вполне себе реального олигарха Олега Дерипаски. Ну, сами посмотрите, такое явно не на фотошопишь. Дальше я хотел бы сказать, что мы что-то сразу заподозрили, взяли след, что-то про профессиональное чутье и так далее. Но на самом деле мы, конечно, просто повелись на эти фоточки и начали просто смотреть все снимки подряд. С Дерипаской оказалась вполне реальная история. Про нее писали всякие желтые издания, потому что Дерипаской тогда был женат, а девушка эта оказалась, ну вот я сейчас очень мягко выражусь, из индустрии эскортных услуг. Он устраивал кастинг. Точнее, его помощники устраивали кастинг. Для постели? Нет, не только для постели. Вы сейчас с шиком сидите, этими приятными губками, задаете вопросы. Но по большому счету это проституция. То, с чего вы начали, это проституция. Ну и черт с ним, правда. Нам Дерипаска и его похождения малоинтересны. Ну, олигарх веселится, в этом нет ничего противозаконного. Инстаграм, казалось бы, можно закрывать. Посмеялись над охотницей и хватит. Но! Зоркий глаз отдела расследований зацепился за кое-что гораздо более интересное, чем развлекающийся с моделями олигарх. Сейчас я покажу вам видео. Оно может показаться странным и бессмысленным, потому что, ну, в общем-то оно такое и есть. И суть его в том, что это типа отчет о соблазнении олигарха, который девушка Настя Рыбка выложила у себя в инстаграме. Ну, или не отчет, а список достижений. Что-то такое. Мы ничего не меняли, не дорисовывали. Показываю ровно в том виде, который есть у нее в инстаграме по сегодняшний день. Руки заломаем, положим здесь и хана тебе. У нас с Америкой плохие отношения. Почему? Потому что за них отвечает подружка Сергея Градзеевича. Ну, он так называется. А в молодости она в твои годы месяц прожила на китобойном русском судне. И она после этого ненавидит страну. Нас? Мы паспанами ненавидим. А почему ненавидит? Плохие попались на реке. Насиловали, что ли? Почему он выбрал вас? Это я выбрала его. Ну что, заметили что-то необычное? Сначала я собирался проигрывать это видео бесконечное количество раз, пока вам всем не станет очевидно, что же здесь привлекло наше внимание. Но потом я решил сжалиться над вами, любимые зрители. Отматываем сразу на нужное место. И проигрываем еще раз. У нас с Америкой плохие отношения. Почему? Потому что за них отвечает подружка Сергея Градзеевича. Ну, он так называется. А в молодости она в твои годы месяц прожила на китобойном русском судне. И она после этого ненавидит страну. Во-первых, какие, блин, разговоры об Америке и санкциях? Дело происходит на яхте. Девушка, как я ее щадяще называю, сотрудница индустрии эскорта. Что она в этом понимает? Что Дерипаска вообще несет? Во-вторых, и главных, аудиоряд. Слышите, Дерипаска говорит «подружка Сергея Эдуардовича Виктория Нуланд». Подружка Сергея Эдуардовича Нуланд, так называется. Тут давайте логически подумаем. Что за Сергей Эдуардович? Почему он дружит с чиновницей из Госдепа США Викторией Нуланд? И почему охотница Настя должна все это слушать и понимать? Там даже фамилии нет этого Сергея Эдуардовича. Зачем он упомянут вообще? Как сторонний человек может понять, о ком идет речь? Ответ один. Охотница Настя и так прекрасно знает, кто такой Сергей Эдуардович. Потому что Сергей Эдуардович сидит во время этого разговора рядом с ней на яхте. И это Сергей Эдуардович Приходько. Заместитель председателя правительства Российской Федерации. Приходько не широко известный, но крайне влиятельный российский чиновник. Всю жизнь проработавший на госслужбе. В конце 90-х он работал заместителем руководителя администрации президента. Первым заместителем руководителя в это время был, кстати, Путин. Был советником президента Ельцина, потом президента Путина, потом президента Медведева, потом, ну и по сегодняшний день возглавляет аппарат правительства и является заместителем Медведева. Приходько считается специалистом по международным отношениям и чуть ли не самым влиятельным чиновником в этой сфере. Не Лавров, а именно Приходько. Перед тем, как перейти к уже более знакомому вам жанру поиска яхты и всяких коррупционных схем, давайте еще раз развеем все сомнения. Вот две фотографии. Слева на яхте Дерипаски, справа официальные снимки Приходько. Это абсолютно точно он. Мы даже голос сравнивали. Но это еще не все. У меня в руках, прости господи, книга, которую написала Настя Рыбка. Там описано вплоть до дат, часов и минут все, что происходило на этой яхте. И поверьте мне, если у вас есть возможность побороть свое любопытство и не читать, не читайте. Поберегите свою психику. В книге много таких подробностей и описаний, которые вам очень захочется потом забыть. Но я не уверен, что получится. Все персонажи в этой книге фигурируют под псевдонимами. Дерипаску называют Русланом, ну а Приходько папой. Давайте прочитаем пару цитат про папу. Я не знала, кто такой папа, почему его так называют. Никто ни разу не называл его по имени. Но Руслан перед ним отступает, никогда не спорит с ним, прислушивается. И папа единственный, над кем Руслан не шутит никогда. Кто это такой? Кого может бояться миллиардер? Именно папа был в форме пограничника в самом начале. Пограничник руководит миллиардером? И миллиардер не может вставить слово, когда папа нагло клеит его женщину? Что это? Я озадаченная. Или вот еще классная логистическая подробность. Папа исчез еще на палубе. Такая вот загадочная личность. Похоже, что папу забрали до того, как яхта прошвартовалась к берегу. Как я поняла, он даже на берег вместе с Русланом не мог сойти по каким-то странным причинам. Чем заниматься на яхте? И чем там занимался Руслан? Просто рыбачил? Нет, там был папа. Это были неформальные переговоры о чем-то для Руслана важном. Ну то есть даже бобруйская девушка из эскорта агентства понимает, что на яхте Дерипаска с Приходькой не просто развлекались, а бизнес-вопросы решали. И вот самая шикарная, вершина анонимности, в книге есть целый параграф, описание папы. Зачитай его сам. Это серый кардинал власти, решилье нашего времени. Ну предположим. Почти никакой информации в интернете, но посты его с ельцинских времен заместитель председателя правительства, администрация президента. Все так. И зампред он сейчас, и в администрации работал до этого, и про Ельцина тоже правда. Он пишет предвыборные речи, он пишет послание президента собранию. У него много наград. И действительно, вот он с Медведевым готовит послание. Награда, понятное дело, у него тоже есть. Он единственный, кого сейчас президент не убрал. Старожил во власти. С 90-х годов является высшим руководством. Поэтому и называет его папой. Он отвечал за внешнюю политику России, за правительство. У него очень сильное влияние. Ну я вот честно не знаю, кто там Приходько называет папой, но по внешнюю политику и правительство все написано очень верно. Если бы эту книгу хоть кто-то покупал и читал, то они бы точно такое же расследование могли бы провести за 5 минут и без инстаграма и других доказательств. Это была реально скопированная биография Приходько. И никто, кроме него, под это описание не подходит. Настя вообще мастер конспирации. И кроме персонажей, она изменила и место своего путешествия на яхте. В книге написано, что дело происходит в Гренландии. Но на самом деле это не так. Вот по этой фотографии из Настиного инстаграма мы вычислили, где они реально плавали. Видите церковь на заднем плане? А вот эта церковь на гугл-снимках. И это Норвегия. Настя, конечно, мастерски скрыла личность Олега Дерипаски, назвав его Русланом. Но почему-то даты поездки она изменить не удосужилась. Вот они. Прямо в книге. И они сильно облегчают нам поиск. В эти даты в этом месте в Норвегии плавала вот эта яхта под названием Элден. На яхте патриотично развивается российский флаг. Она действительно принадлежит Олегу Дерипаски. И об этом много писали норвежские СМИ, так как он отдыхает там очень часто. Плавает всегда в сопровождении дополнительного судна. Видимо, для персонала. И судно называется Северная Тень. Давайте на всякий случай сравним и со снимками из Инстаграма Насти Рыбки. Для начала возьмем вот эту фотографию. Тут видно пришвартованное рядом судно с романтическим названием Северная Тень. Это, как мы уже знаем, судно сопровождения. Оно всегда ходит рядом. Теперь приглядимся и к самой яхте. Вот, например, эта фотография. Из нее опытный Инстаграм-расследователь сразу выхватит несколько важных улик. Во-первых, тут видно название производителя. Мондо Марин. Именно эта компания построила Элден. Во-вторых, полукруглое углубление в двери с металлической ручкой. Его отлично видно с другого ракурса. И последняя фотография. Ну, тут много вообще железобетонных доказательств. Сравните форму иллюминаторов. Они одинаковые. И посмотрите на антенну и какую-то непонятную раздвоенную штуку, похожую на фонари. Нет никаких сомнений. Это яхта Элден. Мы составили специальную карту. Отследили все передвижения этой яхты. Маршруты, остановки. Все совпадает идеально. Ну, можно предположить, что в этой книге 90% вранья. Но то, что мы можем проверить по другим источникам, по фотографиям, видео, геолокациям, все абсолютно точно подтверждается. Плавали они вместе три дня в августе 2016 года. А теперь давайте отложим книгу, забудем про охотницы и видеоотчеты и попытаемся переварить всю эту информацию. Я не думал, что вообще когда-нибудь в жизни произнесут такие слова, и уж тем более на миллионную аудиторию. Но деваться некуда. Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Медведева проводит отпуск на яхте олигарха в компании этого олигарха и, простите, нескольких проституток. Да, их там было несколько. Обычно в конце своих роликов про расследование я пытаюсь еще раз подробно и доходчиво объяснять, что же не так с нашими героями. Объяснить, как же именно работает эта коррупция, почему я называю их жуликами. А вот тут я реально не знаю, что и добавить. Ладно, давайте хладнокровно проанализируем эту вакханалию. Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга. Это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств. Это, не поверите, тоже взятка. Опять же, Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетало сразу два частных самолета. И оба принадлежащие Дерипаске. Один из них из Черногории, где у Дерипаски вилла и бизнес, а один из Москвы. И у меня, конечно, нет пассажирских листов и списков присутствующих в каждом джете. Но не упомянуть это нельзя. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаске, это тоже, мои дорогие, взятка. Дальше. Отихчающее обстоятельство. Вы, наверное, уже понимаете, к чему мы подлетаем. Вот, прямо на первом плане видно. Это дом никогда не работавшего в бизнесе чиновника Приходько. Полторы тысячи квадратных метров. На участке какие-то гаражи и беседки, ландшафтный дизайн. По дорожкам бегает прислуга или охранники. Оцените размер участка. Почти три гектара. Все это располагается в закрытом кооперативе единороссов в Подмосковье. И стоит, по самой низкой оценке, более 300 миллионов рублей. И уж если зашла речь, невозможно не упомянуть и квартиры Сергея Эдуардовича. Их у него две, соседние. Вот в этом доме, элитном доме, в шведском тупике, где с ним соседствуют. Семьи президентов Роснефти и Транснефти Токарева и Сечина. Путинские дружки Чемизов и Тимченко и куча других сверхбогатых людей. Суммарный метраж квартир 350 квадратных метров. Рыночная стоимость 480 миллионов рублей. Приходько по привычным законам жанра декларирует огромные доходы у жены. Да, у нее есть жена. Но и тут проблема. Бизнеса у жены нет. На нее записана доля в ничего не зарабатывающем подмосковном яхт-клубе и больше ничего. А декларирует она 280 миллионов за 3 года. Но даже если на секунду поверить в сверхбогатую жену, этих денег все равно не хватило бы даже на одну квартиру в этом доме. Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов, конечно. Ну и на десерт. Я оставил подарок конспирологам, а также бесчисленным американским СМИ и правоохранительным органам, которые расследуют вмешательство России, выборов США. Несколько месяцев назад в американских СМИ гремела история. Глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, получивший миллионы долларов от Дерипаски, предлагал ему частные брифинги о ходе кампании Трампа. Там были вскрыты имейлы Манафорта, и он действительно письменно все это предлагал. А этот эпизод стал одним из доказательств вмешательства России в выборы. Скандал был огромный, и многие из вас наверняка видели вот это видео. Корреспондент CNN бегает за Дерипаской и задает ему вопросы. Дерипаска, дали Манафорт тебе миллионы долларов, когда он был главной кампании Трампа? Это настоящая новость, я просто хочу настоящая верность. Он тебе миллионы долларов? Это новость для idiots, если вы не понимаете. Контекст такой. СМИ пишут, что Манафорт сидит на зарплате у Дерипаски аж с 2005 года. Он один из самых известных и влиятельных американских лоббистов, обслуживающий с 80-х годов интересы всяких диктаторов и торговцев оружием. Ну а в 2005 году он якобы начал лоббировать интересы Кремля и Путина в Вашингтоне. Платил за это Дерипаска. Потом у них был совместный бизнес, и Манафорт вроде бы взял у Дерипаски в долг и не вернул. Но давайте сделаем очень сдержанный вывод. Как минимум, эти два человека хорошо знакомы и один от другого получал деньги. Дальше логика американского обвинения следующая. Ну зачем главе предвыборного штаба Трампа устраивать частные брифинги о ходе президентской кампании в США какому-то русскому олигарху? Затем, что брифинги на самом деле для Путина, Кремля, ФСБ, кого угодно, а Дерипаска просто передает, ну как агент, эту информацию Путину. Ведь он входит в круг приближенных президента. Вот ровно этот вопрос корреспондент СНН и пытается задать Дерипаске. И во всей этой конспирологии американских СМИ именно эта часть звучала неубедительно. У Путина столько этих олигархов приближенной. Доказательств того, что Дерипаска кому-то что-то там передает, не было. И никаких эксклюзивных отношений с Путиным у него тоже нет. Нет, он не чиновник, не министр, чтобы принимать какие-то решения по поводу того, поддерживать Трампа на выборах или не поддерживать. Зато теперь картинка открывается во всей своей красоте. Вот кто принимает эти решения. Вот он рядышком на яхте с ним катается и, как мы слышим на видеозаписи, обсуждает политику. Нам даже Настя Рыбка, очевидец всего этого, рассказывает. Рыбалка это прикрытие, а по факту были какие-то важные неформальные переговоры. Ладно, пока мы с вами здесь случайно не устроили второй Уотергейт, давайте заканчивать с конспирологией и переходить к выводам. Благодаря, простите, дебилизму тех людей, которые заслали в наш штаб девиц в латексных трусах, мы с вами поймали за руку зампреда правительства Приходько, получающего взятку от олигарха Дерипаски. И подкрепили наше расследование элитной недвижимостью этого чиновника на сумму почти миллиард рублей, происхождение которых вообще никак невозможно объяснить. Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал, какого черта на не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну. В 1999 году многие прекрасно помнят, Путин лично занимался отставкой прокурора Скуратова. Напомню, человека, похожего на генерального прокурора, засняли в компании девушек с пониженной социальной ответственностью, как сам Путин любит их называть. Но это тоже был подарок от некого бизнесмена. Сегодня директор ФСБ Владимир Путин сообщил журналистам, что скандальная видеокассета с изображением человека, похожего на Скуратова, подлинная. Другими словами, на ней заснят именно генеральный прокурор. Моё мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Ну что, Владимир Владимирович, давайте, не изменяйте своим принципам, отправляйте приходько в отставку. Вот у нас сейчас уже есть куча жалоб. Следственный комитет, в ФСБ, в прокуратуру, везде. И я абсолютно серьезно. Не позорьте себя и свою страну. Вперед! Ищите квиточки за оплату яхты, опрашивайте свидетельниц, дерипаску допросите, пограничные штампики в паспорте приходько проверяйте, видео проанализируйте. Похож ли этот человек на зампреда правительства? Ну вы же умеете это делать, Владимир Владимирович? Книжку тоже почитайте. Там есть интересные такие главы про взятки. Спросите, ну как так получилось, что у чиновника не дача, а дворец настоящий. Полторы тысячи метров и три гектара земли. Квартиры за полмиллиарда откуда взялись. А вас, дорогие зрители, я прошу приготовиться к невероятному цирковому представлению. Будем все вместе смотреть, как грустные клоуны. Вместо того, чтобы отправить коррупционера в отставку, бросится защищать и Приходько, и Дерипаску. И вся эта коррумпированная система и пропагандистская машина будет бороться за честь обычного взяточника. И еще одна просьба. Давайте все вместе сделаем так, чтобы в прекрасной России будущего такого позора и мерзости больше никогда не было. Нельзя поддерживать систему, которая своей целью ставит выживание и процветание вот таких вот чиновников и олигархов. Это будет очень непросто сделать. Чтобы закрепиться в своих креслах, они будут хвататься за каждую возможность. Врать, отмалчиваться, давить свободу слова, фальсифицировать выборы. Давай, бойкотируйте эти выборы, участвуйте в забастовке избирателей и записывайтесь в наблюдатели. Будем вместе ловить жуликов, которые украли наши деньги и нашу прекрасную страну. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Все события реальны. Книга описывает имевшие место факты. Имена и описания действующих лиц засекречены или изменены до неузнаваемости, по крайней мере на 10 лет или до смерти автора. Любые сходства с реальными персонажами являются совпадением. Кроме того, выясняется, что на яхте Настя не случайно ее привезли сюда для жуткого эксперимента.